Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Знаешь, жизнь, она движется, и мы еще вот сегодня можем быть в студии. Действительно, это так, потому что мы на земле, и вот как это не может быть где-то печально, что мы все-таки стареем, что мы где-то летим, что мы где-то можем заболеть, где-то мы можем лететь в самолете, мы можем тоже заболеть. И вроде бы и получать большую радость, но и тоже где-то можно и пережить какие-то свои трудности. То есть, ну, слава Господу, что мы до сего дня дожили, и Бог сотворил этот день. И мы сегодня будем говорить и рассуждать о том, что интересует людей, их желания. И прилепится к жене своей, пусть мы оставим человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два одной плотью, так, что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучает. Вот такое место оставил Иисус Христос. Перед тем, Его спрашивали фарисеи, спрашивая, скушая, позволительно ли разводиться мужу с женой, с женой? И это тоже Он отвечал на этот вопрос. Но сегодня оно следующее. Следующее о том, что человек, может быть, ждать немало времени и говорит, и мне Бог не отвечает. Сегодня со мной я пытаюсь ему все же сказать, чтобы Бог, что есть Бог, Он слышит, и Он знает, и все же отвечает, я верю. Павел, вы есть с нами? Алло? Алло, Павел? Вы меня слышите? Нет. Павел, я почему немножко затрагиваю вопрос. Вопрос не только ваш, вопрос, наверное, до тысячи людей разных судеб, которые мы идем. Уже, особенно, когда теряем какую-то свою половину, где-то остаемся одни, и уже где-то теряется вера. Вот, что мы одни, дети выросли, остались одни. И хотелось бы встретить человека, с которым было бы веселее в жизни и шагать в продолжении жизни. Я хотел вас спросить, вы сказали, что просто вы уже даже где-то устаете от того, что не можете встретить такого человека, то есть именно человека, которого бы встретить того человека, который действительно бы можно было бы полюбить. Павел, согласен? То есть, или ту половину. Ну, давайте мы все же, вы человек верующий, мы будем рассуждать. Иногда мы приходим в такой тупик. Ну, или вы со мной слышите меня, дорогие радиослушатели, наверное, нас слушают и другие люди, которые, может быть, планировали или женщины, или вдовы, или которые не имеют семью, или их мужья ушли в вечность. То есть, они остались одиноки, какое-то время они горевали, а потом со временем у них появляются мысли о том, что вот дети-то, они стали уже взрослые, у них свои семьи, у них своя, они придут к папе, но я остаюсь одинокий. Павел, я примерно согласен, то есть, я ваши мысли выражаюсь, правильно? Алло? Да. Я правильно выражаю ваши мысли? То есть, найти человека, которого вы бы хотели встретить? Да. То есть, желание встретить того человека, с которым было бы просто шагать вдвоем. То есть, легче и все же делить эту зарплату примерно, и какой-то уют. Вот, то есть, наверное, вот, если взять для дома, наверное, мне кажется, женщины больше дают уют, приносят для, как для мужчин. Потому что им, наверное, дано это. Вот иногда Нурий зайдет, вот я ему звоню, говорю, Юра, где ты? А я вот здесь, вот своей любимой, но я уже так устаю, но она все же по магазину, то есть, все то, что-то шарит, шарит, шарит. Я уже прямо не могу, но я, я говорю, ну, может, выйдешь на парковку? Нет, я и должен быть с ней. Вот, и я. И вот Юрий так терпит, но замечает, что что-то жена ищет. Наверное, они все похожи, жены. Я не терплю, я немножко беру удовольствие. Почему? Потому что, когда хорошо моей жене, хорошо и мне. Извините, и это и в Писании есть. Когда хорошо ей, тогда хорошо и мне. И вы знаете, есть очень интересно, ну, это апокрифическая книга, вроде Третья или Вторая Ездра, я не помню. Там рассказывается тоже за это. То есть, рассказывается за одного из царей, которого, ну, наложница нехорошо поступала с ним. И ему было плохо, но когда его наложница была хорошо, было хорошо ему. Потому что хотим мы признавать или не хотим, но женщины, это эмоциональная часть, говорится, дома, эмоциональная часть мужа. Это то ребро, которое было взято у мужчины, и с него была сделана женщина. Это та, которая защищает нас эмоционально. Это которая благословляет нас. Это которая дарит нам радость. Это глядя на которую мы сами преображаемся, потому что это наша часть. И когда-то я, помню, говорил о том, как мужчина выбирает себе жен. Это тоже интересно. И вы знаете, есть, ну, будем говорить, четыре метода, как мы можем выбрать себе хорошую жену. Самый первый, вот посмотреть на Адама. Адам, когда увидел Еву, он сказал, вот это, не что-то другое, а вот это. Плоть от плоти моей, кость от кости моей. Она будет называться мне женою. Еврейский муж, это слово Иш, жена Иша. Другими словами, о чем это говорится? То есть, двое, двое, как одно целое. Адаму нравилось свое лицо. И вы знаете, именно Ева, это было его лицо. Это была копия его. И Адам не сомневался, он не смотрел по сторонам. Он не искал другую, сказал, вот это. Плоть от плоти моей, и кость от кости моей. Следующий вариант, он тоже интересный. Парню нравится его мама. И вы знаете, наши дорогие мамочки, какие они не были в жизни, они бывают строгие, они бывают не очень строгие, они бывают любимые, они бывают иногда сердитые, они всегда справедливые, они всегда самые-самые те, которые самые лучшие всех понимают. И это мы прекрасно понимаем. И вот парень любит свою маму, и он хочет, чтобы его избранница, она была похожа именно на его маму. И вы знаете, очень часто попадает так, что именно его невеста встает та, которая похожа на его маму. Ну, в моей семье это моя дочь Наташа, она вышла замуж за человека, за Вадима. И как раз она почти копия его мамы. Следующее, очень интересно, парню нравится его сестра. Ну, вы знаете, благосвеные сестрички, это удовольствие. У меня одна, правда, на 11 лет старше меня, но всякий раз, когда я вижу ее, для меня это счастье, для меня это радость, для меня это была среда, у меня одна сестра. И все, у меня больше никого нет. И вы знаете, кроме жены и семьи, если брать по родству, у меня она одна родная. Все, больше у меня никого нет. И вы знаете, очень много ребят, они выбирают себе невесту, которая похожа именно на его сестричку, которая его нравится. И вот у меня старший сын Ваня, он женился на девочке Лене. И Леночка очень похожа с моей Наташей. Ну, и последний, знаете, когда уже человек не выбирает эти три метода, а когда он выбирает то, что именно ему нравится. И вы знаете, благословение, тут можно сказать, что ему нравится, это раз. Во-вторых, если он видит человека, с которым он может жить. Вы знаете, потому что в Писании говорит, что миловидность обманчива. То есть, это временно. Это временно. И вы знаете, даже вот сегодня люди, которые пишут о христианской любви, они подразделяют несколько периодов. Первый, это влюбленность. То есть, это когда работают твои эмоции. Это когда ты видишь, у тебя все восторгается. Но дальше, после этого 2-3 года идет эта влюбленность, потом начинается любовь. Другими словами, это вроде понемножку отходит. Но в жизни начинается истинная любовь. А любовь, как всегда, долго терпит. Любовь не завидует. Любовь не гордится. Любовь не ищет своего. То есть, эти качества по отношению моего семейного партнера. И поэтому, друзья, мы видим, что это наши благословенные. Это наши прекрасные. Это наши возлюбленные. И вы знаете, да, иногда бывает неприятно по одному магазину идти часто. Да, да, Павел, мы слушаем вас. Тоже вы приключаетесь к нашей беседе. У меня нету, у меня не работает. Так все же, вы хотели бы встретить такого человека. Ну, все равно вы должны нарисовать его. Как-то люди говорят, я вот нарисую себе, какого бы я хотел иметь в себе живу. Это правда? А почему бы и нет? То есть, мы имеем право нарисовать себе человека, которого мы хотели бы. Конечно, может быть, оно было бы выглядело по-другому. Но все равно мы же люди. Поэтому мы имеем право нарисовать, Юрий, какого бы он хотел бы встретить жену или себе другого человека. Какого бы он хотел встретить себе, вот примерно вы можете сказать. Или это бывает ошибочно, что мы его нарисуем, а оно совсем по-другому. Павел, все равно у вас есть примерно какое-то воображение, знаете, но оно должно, мне кажется, вот тикнуть двум сторонам. Это как-то вам был какой-то сигнал. И этому человеку. То есть, где-то он для вас есть, наверное, такой человек. Потому что, если мы просим у Бога, Юрий, наверное, Бог тоже кого-то располагает или какое-то дает желание. Даже в таком возрасте, уже старшем возрасте, как вы, ваше мнение? Ну, вы знаете, благословенные, мы смотрим снова же на несколько вещей. Что я хочу иметь в браке? Если я хочу иметь только удовольствие, вы знаете, это состояние проходит довольно быстро. Во-вторых, если я хочу иметь человека, с которым я хотел бы прожить жизнь. Это совсем другое, понимаете? И есть люди, вот у меня был сосед, неверующий. Он был же трижды женат. Последняя девушка, на которой он женился, она не была красавица. Даже чуть-чуть было наоборот. И к нему приходили, говорили, слушай, да ты такой же, понимаешь, ты работяга, ты инженер. Да ты мог бы взять себе такую. Говорят, ребята, я уже на двух таких был женат. Если вы хотите, пожалуйста, мне нужен человек для жизни. А человек для жизни, вот мы проявили, человек, который поймет тебя. Человек, который в трудную минуту поддержит тебя. Человек, который не предаст тебя. Человек, который не обхает, не облавит тебя. Человек, который будет с тобой искренний. Человек, который поддержит тебя и которого поддержишь ты. Я, например, имею жену примерно такую. Почему? Потому что, вот тоже я молился и говорю, Господь, дай мне от тебя. И я благодарен Богу, что я имею человека, с которым я прожил уже 28 лет Мало или много, судите сами Мы вырастили 4 детей, у нас есть уже 3 внука, красавца, между прочим И я этому рад И вы знаете, благословенные, в трудные минуты мы старались поддерживать друг друга Почему? Потому что я не верю в понятие идеальная семья Пусть мне сегодня не рассказывают сказки о том, что есть семьи, где не было ни одной ссоры, ни одного скандала, ни одного непонятия Что эти семьи, ну, извините, хоть за рамку став Вот тогда, извините, благословенные, что мы видим? Мы тогда видим просто-напросто противоречие Писанию Просто-напросто мы это видим И мне некоторые говорили за такие семьи И потом я переспрашивал все эти семьи И они мне говорили, Юра, без этого семьи нету Почему? Потому что встречаются разные характеры Он и она Дальше встречаются разные школы воспитания Он и она Дальше встречаются разные христианские философии Он и она Дальше встречаются мужчина и женщина Женщина в браке хочет одно, мужчина хочет совсем другое У женщины свои языки любви У мужчины свои языки любви То есть мы видим, и народная молва говорит, что притерка идет около 7 лет. Другими словами, Павел, вы что-то хотите сказать? Просто задаю вопрос. 7 лет притерка. 7 лет это как притерка. 7 лет 5 лет я сижу. Не, ну хорошо, вот смотрите, например. Павел, может быть еще такой вопрос задать? Ну все же у вас мечта всегда она должна быть. То есть вы еще хотели бы на этом земном пути встретить человека. Как вы мне сказали, что вы тоже пережили довольно тяжелые времена. То есть у вас отошла мама, папа умер здесь, и вот жена ушла. То есть вы пережили довольно нелегкое время. То есть я вам, допустим, могу сказать, что это опять впавание на Господа. И вы восстановились, потому что бывают люди такого состояния и не выходят. Они бывают в коротком времени. Я как-то, когда у меня мама умерла, я никогда не подумал. У меня с наставленным хорошим отцом наставленный. Как? Я с наставленным хорошим отцом. Я держу всего наставления. То есть наставление отца? Да. Это имеется в виду что такое? Он сказал вам, вот вы оставили, оставление отца для вас оставили. Да, написано, что читается, я будешь договеден. Так и делаю. То есть вы до конца жизни своего почитали отца. Вы знаете, вот... Я не был любимый сын, но я знаю, что надо почитать, как написано. Биби, так и делаю. То есть я знаю, что вы даже почитали те в том, вам некоторые вот женщины говорят, а вот Павел носит бороду, то есть бороду, но я посмотрел, у вас хорошая борода и очень красивая. Слушаю, я скажу, мне отец говорят, для мужчины, папа сказал, что для мужчины это борода, это так должно быть. И в реальности не борода, так мы должны носить бороду. А люди смотрят, говорят, да-да-да, если так они боялись, 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 боялись. как-то вот и вы пытаетесь подражать, то есть он дал вам оставление и вы не стеснялись то есть, ну и то, что, потому что по-разному люди относились к своим родителям кто-то у меня с Одессы, люди позвонили я как-то, ну, выношить фуражку он говорит, да я ей уже 20 лет не одеваю, да я помню, что у нас одели пиджак и фуражку вот нужно было в Одессе ходить такая жарища, а вот мы верующие нам нужно было вот это, молодым всегда одевать фуражечку и это и пиджак, вот это, поэтому определяли, что мы верующие, но это настолько мне это стало противно, что я до сего времени это, вот и когда я вижу фуражки то он просто удивился, что я ношу фуражку то есть у человека стало наоборот такая вот, не принес к определенной одежде, а ношение бороды, то есть вы в это... Для мужика честь, что он бороду носит, говорит Срал за честь для мужика, для женщины волосы честь, а для мужика борода это что он мужик, понимаешь? Сынок, делай так и так, будь ты, 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 ты я стараюсь дитя строить, они даже вообще не хотят слышать сейчас, говорят, надо там машину оставить сейчас и мне сейчас машину тут делать не знаю, сейчас придется завтра его или на работу устраивать или еще не знаю Павел, можно сказать, у вас был брат, который тоже воспитывался с вами но он естественно все это бросил и он женился на неверующих и это все оставил начался заниматься своей жизнью Вот это и получается он мне, он сам мне, он хотел все забрать а получилось, что не послушали вот получается я понял, что лучше послушать отца и сделать как и будь нормальный от тебя для своих детей вот это самое а то это все проходящее все сгорит на Писо все сгорит на а что мы, что мы получим там вот это самое то есть почтение отца это одна из заповедей, которые сказал Бог но так часто бывает, что у нас не всегда получается у христиан не получается у людей вообще хотят команды а я скажу, мне не надо команды мне команды не надо, я уже не понимаю команды за всеми разбивай я уже понял тут в Америке хотят команды а что команда довела лишь, что довела команду а потом говорят нет, надо правильно поступать и будет нормально как библиотек должен поступать если поступать, Бог не будет будет, была славная а еще не будет там написано что-то говорили с первозакониями пусть будет освоение будет бушенение и пусть будет проклятие вот это все получается ага вы знаете, я вас уважаю что вы ради почтения отца который носил бороду и вам как-то Бог открыл и вы это не стеснялись носите бороду может что-то там знаете, обычно что-то если что-то слушаешь обычно всегда какие-то вот дьявольские нападки что-ли через того-то вот того, другого вот смотри с бородой а еще вот какие-то женщины допустим вот которые вам вот невесты встречаются они говорят может быть вот почему вы с бородой вот а вы все же стоите в этом вот дорогие радиослушатели вот вы слышите какой у нас сегодня человек разговаривает с нами вот и человек уважает отца я считаю что это одна из глубоких таких вот это поверение Божье Божье чтобы уважать отца уважать мать это не так легко получается но но вот Павел ради того что отец носил бороду только наверное один единственный в семье носит бороду или с вами у вас еще кто-то носит с ваших братьев Павел средний брат еще носит средний брат еще носит то есть он начал носить его и бороду когда вы начали это делать или он как-то вот пришло ему такое вот ну батька мой 40 лет начал носить я тоже постраду запустил ходившую везьму и ходил с бородой меня на фотографии везьму и ходил с бородой ну а чем-то мотивировал отец вам сказал что я помню вы о том сказали что один из эпизодов в Библии написано что определенная семья и Бог их наводит пример что он сказал детям не есть не пить вина и не строить шатры и Христос Бог их за это благословил за послушание Юрий это так? значит я хотел задать вам такой вопрос то есть значит у вас еще средний брат вот начал носить бороду недавно так или тоже какое-то какое-то время то есть начал отращивать а как у него жена к этому относится то есть невестка да то есть получается ваша то есть его жена христианка с детства христианка с детства ну понятно но он уже когда женился может у него не было бороды а то может быть кто-то скажет люди старой веры или там знаете как-то слушайте Вознеслав у меня второй брат он у меня любимчик а я нелюбимый я стараюсь как батька не сказал так и делаю я не был верующим я после армии покажу мне батька сказал а так а потом сказал сынок делай так и так и будьте как и дети вынимают я так делаю стараюсь поступать как написано то есть папа сказал сынок что он сказал то есть делай так то есть вы как-то как-то заметьте как слово от Бога то есть именно да он делает Бог благословляет тебе детей, и благо тебе будет неконкерно. Кто вы по национальности? Или православные? Или евреи? Павел? Как вы поклонялись Богу? То есть, родители ваших, куда какую церковь ходили? Батька мой привезли с женской верой. Как израил, так и делал. Он был субботник, и так он привезли, и он так и не сказал. Делал жизнь правильной верой, а моей женке говорю, когда она еще жила была. Она говорит, я не примусью с женской верой, а батя говорит, твердолого. То, что Боже будет квергать, а что же это принимать. Надо, говорит, стоять твердо на позиции. Боже, Боже, молодец. Так как Боже сказал, так на отделке мы с ним поступаем, так получается. Вот получается, что люди избирают, надо разбирать то, что должно садиться в благо. Павел, а он стал верующим какое-то еще время, или вы, если вы сказали, что вы вначале были неверующие, то есть вы избирали свой путь жизни по молодости, где-то можете сняли с этого, а потом... Да, батя мой был в детстве верующий, а я после армии покаялся. То есть после армии покаялись, а что вас привело? То есть вы, допустим, до армии смотрели, ну папа, дай мне жизнь разобраться, я пойду и на танцы, я ходил в кино. Ну не, я думал, хотел все забрать, а он говорит, ты ничего не возьмешь, ты потеряешь то, что есть. А написано, как и делать. А когда я пришел в армию, хотел гулять сколько было, а потом... Он был женился до армии, а потом... Он старше 25 лет не жил за того, что перестарел на нем, он меньше был, на сына, говорит. А потом, когда я езжал в Америку, я говорю, он не верил. Я на 40 лет ушел в жизни, я говорю, вот это что так скажешь, что... Там написано недавно, я думаю, 30, столько, столько, столько лет, потому что не послушали. Не послушали, получается, не доживай до сколько лет. Почитай, и будешь, все нормально будет. Самое почитание. Даже меня моей жинке, сестра старшая сказала, тебе родители, это... С детства веришь? Я говорю, да, доложители, потому что поступал по Библии, мне так надо поступать. Я говорю, если поступал по Библии, то получается, не доживай до 40 лет, до 50 лет не доживай. Все, она так делает. Я стараюсь делать, как Библии говорит. Хорошо, еще вам вопрос. Вы, ваш младший брат, вместе дружили, о чем-то играли вместе в мяч, ходили в кино, ходили... Ну, как молодые ребята, всегда что-то, наверное, вытворяли. То есть, какие-то все равно были свой характер, свои молодые годы. Но когда вы стали больше задумываться после армии о Боге, что он об этом сказал? Павел, ты куда тут полез, какую-то бороду начал отращивать? Что с тобой случилось? То есть, к вас пришло... Да он мне забыл, что мне говорили. Он у меня был за Деришко. Всегда мы с ним бывали, когда дрались вместе. С средним братом не дрался, а с меньшими бывали, что дрались с ним. Дорогие радиослушатели, вот сегодня человек, вы слышите, сказал, что отец ему повелел, или, да, вот положил, и он хочет также вот быть в такое исполнение. То есть, ваше исполнение – ношение бороды. Он посещает, в субботу ходит помолиться, читает Библию. Вот, здесь сейчас Павел проведывает еврейское одно из служений по субботам. Часто также приходит к нам в церковь. И довольно, я общаюсь именно, и довольно неплохой человек. Вот, поэтому вот его история. Ну, человек, у человека есть желание встретить такого человека. Вот, сегодня вас слушают, Павел, наверное, из Украины. Вот, наверное, люди, которые уже немножко больше о вас знают. Вот, как бы вы хотели, чтобы какая-то была, была вам половина, чтобы она также посещала субботнее служение примерно? То есть, как бы вы хотели бы человека какого-то встретить, чтобы у вас было тоже, мне кажется, понимание одно? Ну, или вы можете поменять, или вы в то, что воспитаны были, и хотели бы продолжить учение, или в том, в чем был отец ваш? Как бы вы хотели, вы хотели бы увидеть с евреев или людей субботних, которые посещают в субботу церковь? Ну, еще, может, еще один вопрос задам. Вы свинины не кушаете? Или по-другому? То есть, я не в всяком случае никого не осуждаю, за что. Ну, по-любому. Почему это задал вопрос? Я не знаю, почему. У меня у тети был муж, у субботников. Но это было немножко у них серьезные драмы. Потому что, если он не хотел этого сала, а здесь оно появлялось, и я помню, летели сковородки. Я просто как-то малый был, и я не очень был рад этим человеком, который был моей тетей Наташей. Он был субботником. Вот. Поэтому, наверное, эти вопросы, может быть, это он, это ему было не нравилось, как изгонял злую силу, или что-то другое, что люди его соблазняли. Юрий, почему такая была у них неприязнь? И вроде бы человек вот такой держал Библию большую, но вот это было. Это я помню. Хорошо, благословенный. Вы знаете, в нашем христианстве очень много есть того, чего оно вообще не должно быть. Почему? Хорошо. Вот мы сейчас говорим за Павла, какая должна быть его жена. Я не пророк, но я говорю, жена, если он будет искать, она должна быть того же самого исповедания, что и он. Потому что, извините, полетят сковородки. Я не пророк, но я говорю, полетят сковородки. Потому что я видел много браков, когда сходились люди разных деноминаций. Особенно, когда субботники сходились с пятидесятниками, или субботники с баптистами. И вы знаете, благословенный, снова же одна сторона говорила, я хочу жить так, а я хочу так. Все. И поэтому, благословенный, даже есть такая христианская поговорка, птицы собираются по полету. Это раз. Во-вторых, они должны быть одного учения. Потому что, снова, мы видели, сколько недоразумений было. Баптисты, пятидесятники, пятидесятники, адвентисты, баптисты, адвентисты, адвентисты, баптисты и так дальше. Другими словами, если мы говорим за эти отношения. Вы знаете, мне очень нравятся слова Августина. В главном единство, во второстепенном терпение, во всем остальном любовь. Если бы это правило было у нас, и если бы то, что написано в 13 главе первого послания Коринфянам, мы на это бы смотрели, у нас бы этих принципов не было бы. Почему бы не было? Например, если я свинину не кушаю, а я ее стараюсь не кушать. Не потому, что там какие-то религиозные предрассудки. Просто я с детства ненавижу свинину, и я с детства ненавижу рыбу. Две вещи, и третье молочное. Я жене говорю, Любочка, пожалуйста, этого мне не давай. И она, зная меня, зная, что я это не люблю, она мне этого не дает. Почему? Она могла бы сказать, слушай, а кто ты такой вообще? Написано, я могу делать, что хочу, но она этого не делает. Потому, что она любит и уважает меня, как мужа. И поэтому я никогда не кушаю дома рыбы, я никогда не кушаю дома свиного, и я никогда не ем молочного. Потому, что моя жена знает. Хорошо. Так же самое, я знаю то, что не любит моя жена. И если она больна, я готовлю ее, я никогда не приготовлю ей то, что она не хочет. Понимаете? То есть, если мы хотим сделать крепкую семью, семья должна быть единодушна. Другими словами, они должны понимать друг друга. Они должны уступать друг другу. Они должны благословлять друг друга. Они должны ухаживать друг за другом. То есть, это все то, что должно быть в семье. Поймите, благословенные, не может быть. Ну, понравилась жена, вот женщина, все, все загорелся, глаза, понимаешь, заблестели, все. Благословенные, да этот блеск пройдет через месяц. Почему? Потому, что, ну, извините, вот Павел у нас, ну, мы знаем, он ходит посещать мессианскую общину. Жена не будет знать этого, она приготовит ему что-то связанное с салом. И он уже это скажет, она ему скажет, Павлик, а почему ты мне это раньше не сказал? И вы знаете, ну, а Павел как мужчина, ну, он будет говорить свое. И вы знаете, и это уже может быть конфликт. И поэтому, например, у меня, когда женился сын, я ему сказал, Ваня, девочке, с которой ты вступаешь в семейную жизнь, ты должен рассказать все о себе. Чем ты болеешь? Что ты любишь? Что ты не любишь? От чего ты убегаешь? Что ты ненавидишь? Он все это рассказал ей. И она все рассказала ему. То есть это немножко не так легко, Юра, рассказать свои такие, извините меня, недостатки, что ли? Господи, это то, что требует американское законодательство. Это раз. Во-вторых, это то, что руководит любовь. Почему? Если, например, я, как человек, вот у меня есть долги, большие долги, и я вступил, кажется, в семейные отношения, а девочка не знала. И получается, что дальше я начинаю тянуть семейного бюджета. Мы двое пашем, мы двое работаем, а я отдаю за то, что я когда-то наделал делов. Понимаете? И она негодует. Это негодование сначала тихое, но потом оно будет выражаться все сильнее и сильнее. Или же у человека болезнь. И она тоже скажет, слушай, почему ты мне не сказал? Почему? Ну, человек скажет, муж скажет, слушай, что ты, может, меня захотела бы оставить? Нет, не оставить, но я бы подготовилась к этому. Я бы подготовилась к этому, я не готова к этому. Поймите, что семья это довольно серьезно и довольно сложно. Тем более, если вот мы говорим сейчас за Павла, человек, который пережил негативное в жизни, и вы знаете, определенные проекции на жизнь есть. И снова, когда он встретит женщину, ему надо бы вот эти барьеры, которые у него во внутренности, ему придется их разбивать. И ему придется думать, на что он идет. Или он идет на семью, или он идет на свои, как говорится, принципы, на свое все. Если он решит, что он идет на свои принципы, то это можно сначала сразу сказать, что ему женщина не надо, ему нужны его принципы. Но если человек, как написано в 13 главе послания Коринфянам, любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не гордится, любовь не ищет своего, тогда человеку придется приспосабливаться к семье, к семейной жизни. И семейная жизнь это всегда компромиссы. Понимаете? Не можно в семье вот так ударить кулаком по столу, кто тут хозяин. И, извини, ударишь один раз, тебе будут всю жизнь бить кулаком по столу и показывают твое место, где оно на самом деле. Но когда ты приходишь к семье, ты понимаешь, что это божественный институт, который Бог оставил на земле. Ты понимаешь то, что с женой надо говорить, надо говорить и надо объяснять. Жена тоже понимает, что мужу надо что-то объяснять. И вы знаете, благословенные, когда вот такой диалог начинается, например, я благодарен своей жене за то, что она много вещей подсказала мне в жизни. И когда я был проповедником, это с одной стороны, когда я был на миссии в своей стране, далее, когда мы делали личные евангелизации, я использовал все то, что она мне подсказывала. И вы знаете, благословенные, люди удивлялись. Люди удивлялись не из-за того, что, возможно, я говорил, а за то, что я говорил и я смотрел их в глаза. Я смотрел на глаза, а это означало, что я не вру, я от тебя ничего не скрываю, я не лукавлю, я с тобой открытый, я с тобой прямой. И вы знаете, друзья, это люди понимали. И вот это семья, семья это взаимопомощь. Мы прекрасно понимаем, что женщина это стоящая рядом, то есть это помощник соответственно ему, еврейская стоящая рядом. Она будет или стоять рядом, или она будет противостоять ему одной из двух. Снова же, какую позицию выберет муж по отношению к Богу? Или он будет с Богом, и он будет стоять в Боге, или она будет вместе с ним стоять, или он будет против Бога идти, и она будет не против него. Извините, это описание. Это описание, благословенные. Дальше мы смотрим семья. Она дал первый духовный семейный закон, оставит человек отца и мать, и прилепится к своей жене. И будут двое одно. Благословенные, двое одно. Не говорится, что будут два разных характера, что будут две разных судьбы, будет два разных мнения, будет одно. И люди будут стремиться к единству, для того, чтобы это единство было. Вы знаете, друзья, я знаю много людей, хороших людей, благословенных, которые сегодня в служении. Они мне не раз говорили, что они могли дома, как говорится, сделать так, чтобы люди послушали их, вся семья. Но они понимали, что сделая это, они принесут только больше вреда. И тогда они обращались к Слову Божьему, к Святому Духу, который, как говорится, вразумлял, научал. И он делал то, что он хотел делать, но теперь это понималось, и это принималось. И это огромное благословение, и огромная милость. Дальше, благословенные, жена помогает мужу в служении. И это тоже огромная милость. Я знаю, что сейчас многие люди, которые будут это слушать, они будут негодовать. Как это так, жена помогает мужу в служении? Да, благословенные, они двое одно. Когда-то я своему пастырю Нововолынске Володе Грицаку говорил, Володя, бери свою жену в служении. Другими словами, женское служение должно быть на ней. Почему? Женщина поймет женщину лучше, чем поймет мужчина. Дальше, женщина расскажет женщину то, что она никогда не расскажет мужчине. Если женщина не поймет и не узнает, не поймет, как объяснить женщине, она придет к своему мужу, она спросит, муж объяснит ей, и она расскажет этой женщине. Но тайна, она не выйдет из семьи. Сколько у нас сегодня благословенных есть того, что тайны, которые мы исповедуемся, они сегодня гуляют по Сакраменто? Сколько? И вы знаете, это очень много благословенные. Вот это одна из проблем, потому что наши жены, мы сказали так, твое место в углу, все, и ты должна сидеть в углу. Благословенные, нет, наши жены, наши жены, это те, которые стоят рядом, наши жены это те, которые помогают нам, это те, которые поднимают, то есть помогают нашим рукам быть поднятыми, это те, кто советует нам Это те, кто благословляет нас, это те, которые приносят нам радость, это те, которые, извините, когда нас сильно кто-то побьет, они, как говорится, закрывают эти раны, потому что она эмоциональная помощь мужу, она помощница в служении, потому что благословенная, она и есть помощница. И сегодня мы очень много можем говорить о женах благословенные, и вот кого я хочу выбрать в свою семью, в данном случае, ну, я не расписываюсь за Павла, но снова же, я знаю этого человека, и мне хочется тоже подсказать этому человеку, чтобы его жизнь была благословенной. Кого человек хочет выбрать? Если он хочет выбрать человека, которому он будет постоянно командовать и загонять его в угол, извините, благословенные, не получится. Но с другой стороны, если ты хочешь человека, который будет с тобою, который будет помогать благословлять тебя, который будет поддерживать тебя, пожалуйста, но знаешь, человек, другое, что ты тоже должен делать то же самое. Почему? Потому что кто самый больше родимые, это наши жены, кто самый больше в жизни от нас получает ударов, это наши жены. Кого мы самым больше не понимаем, это тоже наши жены. И вы знаете благосоветные Давайте мы откроем вот эту 13 коринфянам И посмотрим И применим это И вместо кому действует любовь Давайте мы поставим наших жен То есть отношения к жене должны быть Что мы не должны быть, как говорится Они должны быть долготерпеливы Мы должны их понимать Мы должны их, ну, все, что написано там И поэтому, друзья, это очень важно Семья Семья это единый организм Семья это благосоветие Божие Семья, говорится, это Божья благодать для обоих Потому что помимо того, что мы имеем детей Как плод нашей любви Мы еще имеем физическое удовлетворение друг другом С другой стороны благосоветные Мне приятно смотреть на мою жену Я люблю, когда она мелькает перед моими глазами Ну, извините, американцы часто любят говорить Ну, согласен ли ты, чтобы она мелькала Всю твою жизнь перед твоими глазами Да, я согласен Я согласен благосоветные Потому что во многом я понимаю Что моя жизнь, нормальная жизнь Она зависит от этого человека И поэтому пусть Бог благосовет наших жен Пусть наши жены будут для нас тем благосовением Каким оно написано в Писании И пусть мы будем для них тем благосовением Которое написано в Писании И вы знаете, друзья, если это будет Не надо будет созывать братских бесед Не надо будет разбирать никого Потому что каждая семья Это будет маленький островок рая на земле Почему? Потому что именно от бушующего океана Люди убегают на острова Там, где есть тишина Там, где есть твердая почва Там, где действует Божья, как говорится, защита и милость И этим являются наши семьи И три угла этой семьи Держат, как ни странно Наши благословенные жены Пусть Бог благословит их И вы знаете, друзья, мое пожелание Наши дорогие, наши благословенные Будьте благословенны Будьте той радостью Будьте тем благословением Будьте той красотой Да, да, Павел Все же мы немножко Вот, вы слышали Да Ты согласен, Павел? Павел, ты согласен? Да Слава Богу Павел, я еще, извините Может быть, я вас видел Но я знаю, что мы с вами хотели в рестораны Вы кушаете и все То есть мы Ну, имеется в виду такие Не такие дорогие рестораны Чтобы вы не думали Но такие Вы кушаете и все То есть вы Вас Сегодня слушают тоже Довольные люди Которые, может быть Хотели бы с вами все-таки познакомиться Хотят еще туру знать То есть вы бы Если, допустим, она будет ходить В какую-то В другую церковь Или В аптистах Или пятидесятникам Но как-то Вы сможете ее вместить Или все же Вы чувствуете, что Могут пойти какие-то распы Или вы ради уважения Можете согласны Если она будет Смотреть по Библии Как все Она будет все нормально Если она будет То есть Так Дело в том, что Павел Понимаете У нас Библия одна Но только разные комментарии К Библии Вот понимаете Суть в чем Почему? Например Ну я привожу Вот смотрите Писание говорит Если христиане Христиане То есть Пятнадцатая глава Деяния апостолов Ну говорится Что там Пять или семь законов Которые были положены Для них И вы знаете Христианство Дальше не идет Этих семи законов Или как Иудеи называют Семь законов Сыновное И там Только включено То, что Человек не может Есть Крови То есть Отребяться Отрезанного Еще от Живого Животного Вы знаете Как на Украине Поросенок Еще квикает А уже ухо Жарит С хвостом И уже Начинает Хрумать И она просто Скажет Слушай Дорогой Ну смотри Ну я научен А так И снова же Снова же В семье Будет конфликт То есть Разные толкования И поэтому Я Ну не я Божье слово Говорит Перед тем Павел Жена найдется Женщина найдется И найдется Женщина Которая тоже Одинокая И которая Хотела бы Скрасить Свою старость Ну с каким-то Благословенным Человеком Таким Как Павел И вы знаете Благословенный Перед этим Просто поговорите Ну если Павел Благословенный Брат Просто скажи Дорогая Ну давай Мы с тобой Ради нашего Семейного Удовольствия Ну просто Вычеркнем С вино С нашего Которица Рациона Она согласится И все будет Мире Тишине И покое Но это Не делать Уже тогда Когда люди Повенчаются Когда на них Возложат руки И скажут О теперь Это у нас Благословенная Семья Потому что Я например Знаю Одну семью Сакраменто Которые Так само Женились А потом Начались проблемы Она была Субботников Он с пятидесятников И вы знаете Благословен Ну хорошего Ничего нету И поэтому Друзья Эти вещи В семье Они очень важные И эти вещи Они обговариваются И поэтому Павел Я просто желаю Вам Чтобы вот эти вещи Они были Обговорены Сразу И чтобы у вас Была прекрасная Хорошая Красивая Благословенная Богом Любимая семья Чтобы на эту Женщину Которая придет В вашу жизнь Вы всегда Смотрели с удовольствием И чтобы вы Были довольны Когда она мелькает Перед вашими глазами Благословенные Это наше пожелание Для вас Будьте благословенны Ну и мы будем рады Чтобы вам Господь дал Такого человека Ну и вы пришли Естественно Уже не один Как вы сказали Уже немало лет Прошу Бога Бог как-то не отвечает Мне И где-то даже устаю Но все же Все-таки Хотим сказать Что есть Наверное Бога Бог знаете Юрий Как послать Такого человека Я хочу рассказать Если можно Один пример Как раз он пришел В Волынской области Был один человек Он обгорел в пожаре И вы знаете Ну как-то врачи Там сделали его лицо Но оно не было Таким сильно страшным Но неприятным И за этого человека Молились Ну у него и руки Обгоревшие Все И на одной молитве Одна сестра Просто говорила Что не жалко Этого брата Все А другая сестра Знаешь Ну жалеют все Но выйти замуж И та сестра Подумала А я готова И сегодня Это благословенная Прекрасная семья Человек молился Ему нужна была жена И Бог дал Того человека Который согласен Был вместить И они сегодня живут Которые В мире В благословении И в добре Аллилуйя Аллилуйя Так что благословенный Не все потеряно Молитесь И Всевышний даст Мне когда-то Один человек Сказал Это епископ Федор И он мне сказал Ну Юра Не переживай Твоя тебя И на печи найдет Шутка такая Ну и вы знаете И получалось как Я был в четвертую смену Работал на шахте И утром Где-то в 10 часов Ну я только лег спать Ко мне вламывается В двери человек Говорит Юра с тобой Хочет познакомиться Одна девочка Я думаю Ну спасибо тебе Дорогой Сон не перебил Все Ну я пошел Пришла суббота Я пошел По этому адресу Вы знаете Ну ничего я не думал Ничего не хотел Но слава Богу Это стала моя жена Это стал мой друг Это стало мое благословение И сегодня Ну вы же видите мою жену Это Юра Можно познать вам вопрос Пожалуйста Вы как-то почувствуете Что вы же встречались С разными людьми А ну как-то Может быть внутри что-то Что или как-то Вам Бог проговорил Или это что Это серьезный вопрос Смотрите Вот так случайно Вот так Пришел человек Вы знаете Благословение Никто мне ничего Не проговорил Ничего Но есть такое понятие Как божественное водительство И я понял Что этот человек Для меня С другой стороны Ее папа Был для меня Ну Мой папа Ушел Рано Но этот человек Заменил мне И физического И духовного отца Это было благословение Для меня И я сильно переживал Когда пришла новость В 2008 году Что его ударил инсульт И через два месяца Две недели Его не стало Это был человек Даже люди Которые ненавидели его Ненавидели Почему ненавидели Потому что он Заступался за тех людей Которых обижали И даже те Которые не любили его На похоронах Они говорили Это человек Который все Отдавал для людей Это было благословение Для этого села Это говорили люди То есть это ваш Такой вот был тез То есть человек Да Это мой тез Власик Иван Степанович Для меня Это было Огромное благословение Для меня Это был человек Ну Это был как мой родной отец Павел Вот сегодня Слушаю довольно Много людей И конечно Ваши передачи Люди будут Смотреть Слушать И наверное Нужен ваш телефон И люди Наверное Кто-то тоже Вот у вас появилась Такая мысль Может еще У других людей Появится Что Все же еще Не все потеряно Что можно еще Встретить человека Пройдя такие вот трудности Я знаю Что вам нелегко Вот Вы работаете Ночами работаете И какие работы Делаете Естественно Это нелегко Говорю Но где-то Находится у вас Вот терпение Дай Боже вам Больше этого терпения И благословения вам От Бога Чтобы Бог вам помог Вот Найти того человека И оно естественно Когда двое Это уже по-другому А вы сами готовите пищу Лично для меня Это действительно Это трагедия Потому что У меня жена Все делает Юрий Вы готовите пищу Обязательно У меня дети Приходили с работой Моя супруга Одно время Работала Немножко Ну как Не в Сакраменто Но там Она смотрела Одну бабушку И пацаны Приходили Бать Ну готов кушать Я говорю Пацаны Ну поймите У нас было такое правило У нас каждый мужик Должен был себе Хотя бы минимум Что-то сделать Говорит Бать Ну это мы можем Но ты вкусно готовишь Сделай пожалуйста нам Ну что Закатывал рукава И делал Ну а что ж Ну у меня Я Мои дети Вспоминают Я в субботу У нас обычно был выходной день Вот Мы работали пять дней А в субботу Я вспоминал Вот с холостой жизнью Вот мы Жарили картошку Вот они говорят Жареная картошка Вот батя приготовит Жареную картошку Сделай пожалуйста Вот они приезжают Не знаю как она у меня получалась Ну в общем говорят Вкусно То есть и моя жена Ну многое не умеет там делать Ну яичницу могу пожарить Там еще что-то Такое Вот Ну жареную картошку Они всегда приходили С кефирчиком попить То есть Ну естественно мы Может быть наши обстоятельства жизни Как-то нас не Вот Не учили Или не ставили Такие положения Но по-любому Вот Я обладаю Бога Что мы имеем Бог дает нам Вот такую помощь Людей посылает И дополняем Друг друга Аминь Значит а Значит Эрия код Где вы отсюда Мы звоним 916 916 И дальше Еще раз 8668 8668 11 И дальше 85 8668 Еще раз 8668 8668 85 8668 Хорошо друзья И я хотел бы Несколько слов сказать Глазоведы 29 числа Я улетаю На миссию На Украину Это Будет Очень и очень Напряженный График Ну извините Друзья Здоровичка Не очень И я попросил бы Дорогие Кто слушает Эту передачу Пожалуйста С 29 января По 25 февраля Пожалуйста Молитесь И поддержите В молитвах То есть 29 января По 25 февраля Поддержите Пожалуйста Моя фамилия Нурия Аскеров Будьте благословенны Я буду Очень благодарен Вам за молитвы Заканчиваем Нашу передачу Вот сегодня Такая наша передача Жизнь И как Нурий сказал Уже Я ему говорю Павел Еще имейте веру Что Бог Вам С которым Вы еще будете Вот Радоваться И Видя друг друга Еще Наслаждаться Вот И наша Наша передача Подошла к концу Вот Дорогие радиослушатели Вы имеете право Тоже позвонить нам В студию Поделиться Своим Своим Переживанием Своими Своими Исканиями Своими желаниями Потому что Написано в Библии Что Желание Бог Исполняет То есть Они откуда-то Тоже приходят Юрий Это искренне Это сердечное желание Это Понимаете Вот Две вещи Которые мы делаем В жизни Когда мы От чистого сердца С эмоциями Благословляем человека И когда мы Проклинаем человека Почему Это действует Потому что И то И то Идет от сердца Понимаете И когда мы Благословляем Писание говорит Возлюбленные Не воздавайте Злом Или ругательством За ругательство Наоборот Благословляйте Ибо вы к тому Призваны Чтобы наследовать Благословение Когда от чистого сердца Идет благословение Оно приходит В жизнь Другого человека Оно изменяет Его жизнь И оно Как мячик Ударяется В стену И вертается В нашу жизнь В тридцать Шестьдесят И в сто крат Более Так что Будем благословлять Всем И говорить Что вам Господь Тоже Может быть И помочь И дать Еще В жизни Радость Найти Другого человека Когда Хотя Он уже Может за пятьдесят Может вам уже Шестьдесят Но еще Не все потеряно Павел На свадьбу Пригласите Хорошо Значит Все же Вы слышите Все же Вас сегодня Благословляют Многие люди И дорогие Радиослушатели Все же Когда вы будете Сегодня молиться Скажите Божий Где-то есть И для Павла Его половина Вот И чтобы у него Еще были Веселые Радостные Дни Как он сегодня Улыбается И так Чтобы была Хорошая свадьба А на этом Наша передача Прошла к концу Мы еще Вас всех благодарим Благословение от Бога Благословение Божьей печали Не приносит И он не оставляет Нас И в Такие годы Другие годы Средние годы И в пожилые годы И годы старческие Так же Кто старческий Он остается Вашим отцом И мы будем Всегда Радоваться Что у нас есть Отец Который дает Еще вечную жизнь И славить его До свидания Будьте благословенны Две дороги Два пути Два пути